Номер 1076. События дня. Римлянам 8-9. За 26 ноября 2018 года. Ну и объявление наше. Объявление. Обращение к людям, кто расположен. Можно сразмозить и прочитать. Вот так. Пишет Дмитрий. Это еще. Талия Калиников. Андрей Кураев себе на страницу, наверное, ВКонтакте, поставил эти слова епископа Евтихия. Там не голосовать, там забылось было. Я очень рад, братья, что среди высокого ранга священства есть хотя бы чуть-чуть смелые люди. По крайней мере, не называющие белым, черное. Возможно, что на парочки таких епископов и не уходит пока благодать из РПЦ. Подобно тем праведникам, ради которых Господь был готов сохранить садом с Гоморрой. Да и Сергей Иванников тоже ни на кого не оглядывается. Сергей Игнатов. Спаси Христос. Нужно, мужи, братья, уважать сам священнослужителей и говорить, митрополит Сергей Иванников, а то скоро, как меня, 60-летнего Сережей назовут. Для кого Лева, а для кого Леонид Ильич Брежнев. Каждому свое написано в Святой Библии. Аминь. Виталий. Вот тут я с вами на 110% солидарен, Борис Семенович. Там что-то Борис говорит. А тут даже сомнений не может быть. Это гениальный ролик о подкаблучниках, мой ролик. Я его смотрю уже сотый раз и не могу насладиться прозорливости Игнатия Тихоновича. Наталья. Ян Златоуст. Слава Богу за все. Это ролик такой, вот я его поставил здесь, посмотрите. Главное, Златоуст как какую-то бабу бритая, сидит. Слова-то о Златоусте, а дальше-то уже просто изгадили. Сергей Игнатов. Спаси Христос. Направил толкование на псалтырь. Сегодня состоялся последний разговор по скайпу с Василием Ивашиным из США. Если Господь не коснется его сердца, то никакие аргументы, что сектанты вне церкви не спасутся. Сколько бы за оградой не призывали, имя Господа на него не подействует. Да, он ко мне тоже подошел. Видно, что или совсем неверующий человек, или просто так, как говорится, трепаться. Привык человек иной. И всю жизнь по помойкам ходит. Ищет православие. Православие. Да не православие нужно, а улестить самого себя, похоти свои. Вот администрация. Точная статистика на YouTube-канале во свете Библии. За 25 ноября 2018 года. За текущий день. Он ничем не отличается от других. Просто по нему проведен срез. И вот здесь показано там, что и как. На изображение данные за 48 часов, то есть за двое суток. Итог за сутки. Канал наш смотрят в среднем 35 тысяч человек в день. Из них 22 500 человек в день смотрят его с сотого телефона. 9 тысяч человек в день смотрят канал с компьютера. 3800 человек в день смотрят на планшете, телефон размером с альбомный лист. 1150 человек в день смотрят канал с обычной телевизора, современного, где транслируются каналы YouTube. И 43 человека в день смотрят с игровой приставки, подключенной к интернету. То Дмитрий Апархоменко Константинник, которого священником, партоиерей там, или кто. Тяжело воспринимать через блог. Лучше смотреть интервью и не одно, чтобы объективно воспринимать картину. Но чисто внешне. Мирской человек. Если действительно он противопоставил свое учение учению святых отцам, то только согласно Галата 1.8 он подлежит Анапиме. У святых отцов не встречалось, чтобы они учили вопреки священному писанию. Шестой Вселенский Собор, девятнадцатое правило. Запрещающее прямо толковать вопреки святых отцов. Шестой Вселенский Собор, девятнадцатое правило. Очевидно, что им жена помыкает. Я пишу. Он должен быть немедленно извергнут из сана, как злой еретик и богохульник, считающий написано в Ветхом Завете за выдумку евреев. 1 Тимофея 5.19. Обвинение на пресвитере не иначе принимает, как при двух или трех свидетелях. А тут тысячи людей посмотрели. Свидетелей никаких уж не надо. Евреям 10.28. Если отвергшийся законам Моисеева, при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью. Второзаконие 17.6. Под словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. А тут он достоин смерти по закону Ветхому. Второзаконие. Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. А тут отвергшийся законам Моисеева. Это Ветхого Завета. Целиком отвергся. Это все выдумки, говорит, евреев. Я посмотрел. Богохульник. Галатам 1.8.9. Но если мы, даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам, не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и еще теперь говорю, что благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Иоанна 5.39. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Писанием называется Ветхий Завет. Это при жизни Христа. В Новозавете еще ни одной буквы не было. Исследовать их, а не отвергать, считать за басни. 2 Петра 1.19.21. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. То есть Христос тогда взойдет. Утренняя звезда. Зная, прежде всего, то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Скажут, да как это не закон повествования. Э, это примеры. Примеры. Там и законы, а это другое. А на самом деле это все Ветхий Завет единое. Вот я повторяю, Ветхозаветие, что там написано, мы должны все принимать, как от Духа Святого, а не только один закон. И это где написано? 1 Коринфянам, 10 глава, 6-11 стихи. Это были образы для нас. Речь не о законе идет, а о поступках людей. И сколько их таких погибло? Отвершися. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, знай, кем ты научен. Притом же ты и с детства знаешь священное писание, которое могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Павел писал о писаниях Ветхозаветних. Все писание Богдохновенно. Все. Писание, не только закон. И полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Дмитрий. Патриархии на такое не пойдет. К сожалению. Так как у таких батюшек достаточно много поклонников, которые в кормушку приносят. Нет, не из-за этого. Потому что там все уже сгнило. Сейчас очень много таких батюшек, в кавычках, проповедующих потребительское отношение к православию. Это такое легкое православие, где похоти и желания человека ставятся в центр. У таких священников по 100 тысяч подписчиков в тех же соцсетях, так как они проповедуют то, что хотят слышать люди. Ну, подписчик это не означает, что он во всем поддерживается. Что-то одно понравилось. Вот эта девчонка поет про лягушку. 220 тысяч. 220 тысяч подписчиков. Вы сами вдумайтесь. А что она? Ничего там нету. Ну, ничего. Девчонка сидит, играет на рояле и поет. Вот. И поет. Про что? Про лягушку. Про сказку. Она говорит, сама на лягушку похожа, что королевой будет. А все, 220 тысяч. Ну, как это может быть? Ну, очень даже просто. Вот я сейчас даже покажу. Сказал об этом бы, чтобы можно было увидеть. Вот так. Значит, это я здесь не нашел. Вот. Виктория Старикова. Шел парнишка по пушке, сам не знал, куда. По пути поймал лягушку около пруда. Да, закрыл глаза, прошептала в руку. Отпусти меня на свободу, друг. Виктория Старикова. Больше ничего нет. Вот. Про лягушку пропела 220 тысяч подписчиков. Ну, что тут сказать. Подписчик – это человек, который берет все, что у тебя есть. А для души что? Лягушка, сказка, выдумка. В общем-то, вредная. На это надеяться не надо. Сейчас лягушек давить будут. Почему она не в красавицу превратилась и три желания не выполнила? Ну, ничего нету. А вот она в ноту поет. Ну, ее учили, это в ноту поет. Есть слух. Ну, польза для души, для вечности-то какая? Мы с позиции вечности должны все рассматривать. Так что это еще не означает никак. Вот теперь вчерашний день, это события за день, я еще осматриваю. Пришлось мне целые двое суток подряд закачивать. Не выключается компьютер. События, воскресный день, собрания и прочее. Очень медленно. У меня тут через, ну, стационарный телефон подведен, а не через кабельную сеть. Очень медленно. Ну, все-таки все закачал сегодня к утру. У меня помощников много. Сергей тут, Евтушенко, помог аудио, как в видео превратить. Они у меня где-то были, но не нашел. И я отдал тому, кто помогает. А тот человек заболел, нету, никого. Я остался один. И думаю, как так? Я сколько раз говорил, ко мне, на телефон, никогда деньги не пересылайте. Я их взять не могу. Тем более, я ничего не беру. Никому не звоню. Я очень прошу, не делайте этого. Накидали мне опять. Кто, не знаю. И я сразу их отдаю, там, кто нуждается. Куда-то это. Ну, раз не мое, мне еще об этом говорить. Моего там ничего нет. Снять нельзя. Сделали какую-то программу, снять нельзя. Беру десятину за снятие. Вот 11 тысяч, значит, отдай тысячу. Ты получишь только 10. Да, кроме того, перевести в другой формат, там, чтобы снять. Опять нужно платить. За месяц 400 рублей. Добавка. Это вообще, вчера новая. Ну, и поехала за мной, приехала сестра. Повезла прямо в Билайн снять. Я говорю, ну, снимите, сменяйте деньги и заберите. Я их не вижу, не знаю. Вот. И вдруг, она показывает мне, смотри, с бородой сидит на работе. Молодой. Я потом узнаю, Александра звать. Ну, в Барнауле, Билайн. Ну, и стали говорить, я не слышу. А она мне потом переводит. Я ему визитку дал, он улыбается, так, по-хорошему. И она ему, когда он дал ей, как это сделать, переключать на ее телефон, все это, все. Она его попросила, помогите сделать. И он помог, и сделали. Я говорю, ну, а когда деньги-то заберете? Она говорит, уже забрали. А у меня тут шнур, ну, провод с этого, с фотоаппарата снимать как. Потерялся. Мы тут с Володей все подняли, как говорят, на уши. Все перевернул, все везде искал. Вспоминаю назад, как я был, смотрел, когда брал, откидываю. Но привез ли я его вообще из Потеряевки-то? Все переискали. В погреб даже я там пытался найти. Может, котенок закатил. Нету. Ну, и поехали там, где центр. Есть визит. Центр. Поэтому там всякие фотоаппараты, все. Но только с фотоаппаратом покупайте шнурок этот. Ну, и вот. Ничего нету. И ходили там по этажам, и обращались там администрация или кто. Никак. И она говорит, надо позвонить одному, у меня тут помощник есть. Хороший человек. Вот. Он программист. Позвонили. И вечером... А, если нету в магазинах нигде, где он возьмет-то? Ну, чтобы по интернету заказал где-то. Вот аппарат, номер, все назвала. Вечером открывай ворота. Приехал человек, котат, и привез шнур. Вот я гляжу везде. Вот если ты для Бога открытый, и Бог так делает. И вот это, что такой человек встретился, и там все сделал, и мы с ним расстались по-хорошему. Ну, просто замечательно. И здесь. Все выполнено. Вещером стал ставить опять. Проповеди не вставляются. Система выкинула, что они не в том формате, и надо их в видео превратить. Тоже позвонил Сергея Евтушенко, и к утру все уже стоит на месте. Никак не мог ему перекачать. До утра почти. Возился. И все уже, все вышло, все встало. Вот все Бог делает. Возови ко мне, я услышу тебя. Вот я всегда думаю, на сегодня так рассматривать. А как так? Так вот, Ипатьевский подвал, вводят туда девушки. Девушки четыре. Девицы, не познавшие мужа. Вопреки даже закону, даже с врагами, иноплеменников. И то оставить ее надо. Здесь нет. Расстреляли, штыками кололи. И куда привели? Всю страну разрушили. И убивает-то не одного, а ежедневно теперь 20 тысяч абортов. Это те, которые расстреливали все эти голошубов, все погибли. Ни одного нету. И теперь суд Божий. А те в вечность вошли. Вот только сто лет накинули вперед, и картина уже по-другому. Так бы они, как обыкновенные цари, жили-были, умерли, вышли замуж. А то мученики, страстотерпцы, царь Николай, святое царское семейство. Надо оттуда смотреть, с той вечности. И поэтому вот это, что там говорит, там он перед кем-то, кто-то его слушает, этого Пархоменко. Я уже давно видел богохульник. Богохульник лютый. Чем он закончит, непонятно. Они теряют силы-то, борются-то с кем? С Андреем Кураевым. Но нашли с кем бороться. С Владимиром Головиным. Тут они все, как свору спустили. Ну и какой они вред принесли? А это-то все разрушает под основание. Его люди слушают. Да такие люди, что никого рядом нету или еще. Когда он еще этого не говорил, я Пархоменко один раз только, кто меня... Я посмотрел, говорю, он безбожник. Еще ничего этого не говорил. Он выступает в правом мире где-то. Это все временное. Слово Божие стояло, будет стоять. Его в этом никто, ни один сектант не поддержит, что он Библию не признает. Фактически. В Ветхозаветине там история евреев, выдумка Пархоменко, Константин. Ему не выйти из этого, уже все. Это богохульники, может быть, и похулившие Духа Святого. Ну вот так. Показать наши ресурсы. Вот так опять Марина тут заходит. Сейчас я покажу, где наш ресурс. Вот он где. Вот даже боюсь. Миссис Марина. Миссис Марина. Потом посмотрю, боязно открывать. С ругательствами идут, ужасно. Вот здесь у нас 22 тысячи фотографий. Вот ленточная здесь. Зашел человек и не верит, что она не. Вот так интересно рассуждение у человека. Вот сюда даже могу открыть маленько. Ну, видно, он не скрывает. Я баптист, говорит. И из Америки. Ну, под каким-то именем. Даже сейчас я его, может быть, найду. Сейчас минутку покажу, как о нем. Вот это. То есть, это номер. А, что-то. Он пишет. Шупарский Андрей мужчина был. Баптист. Вот. Соединенные Штаты. Подпись истина. Подпись истина. Ну, вот это претензиозно. Ну, ладно. И вот он, интересно, как. Он не верит, что апостол Павел там вот. А не к апостолу Павлу, что тоже могут. От Бога прямо в рукоположении. Поэтому их церковь. То есть, замкнуло на этом. Никакая не церковь. Я отвечаю. Он мне отвечает сначала здесь, что на служение Павла посылает. Это то другое. Но вверху тут надо считать. Если прочитаете, то прочитайте. Я ему отвечаю. Деяние апостола 9.17. Ананя пошел и вошел в дом и возложил на него руки, и сказал, брат Саввул, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. Причина какая Духа. Это считает так. И он на это мне отвечает, что нет, это вот не то, он не это. Вот. А я ему ответил. Ответил. Вот. Спасибо за ответ. Я не взял во внимание это место, деяние, так как из контекста ясно, что он был ученик. Если ученик, то уже не апостол. Ну, интересно как. А не апостол, пресвитер или епископ. Это юридики только так беседуют. И тут один есть, Дмитрий точно так же, Кузнецов. Вот так. А там написано ученик. Ну, это не узость мышления. Это вообще все заляпано. Можно так. Тогда любой ученик Иисуса Христа может возлагать руки. Ученик, слово ученика, ну, сектантское. Что такое секта? Узость взгляда на истину. Я отвечаю. Из интернета беру. Анания. Кто он такой? Анания. С Богом милостью. Благодать Божия. Кого Бог даровал? Переводы такие. Евреи и христианины из Дамаска. По преданию признается одним из числа 70 апостолов. Епископ Дамаский, священный мученик. Другой памяти это нету. И память его когда совершается. Вот здесь написано. День собора апостолов. И далее тут все. Я выписал его изображение. Анания была впоследствии епископом в Дамаске. Из Дамаска он пошел в Елея, Ферополь. И там, указывая народу путь ко спасению и исцелению больных, обратил многих к вере во Христа. В Елея в Ферополе правитель Лукиан, поклонявшийся идолам, повелел народу взять Ананию, вывезти его из города и побить камнями. Отчего он и скончался мученической смертью. В то время случайно проходили там некоторые христиане из Дамаска. Они взяли святое тело апостола Христова, с честью перенесли его в Дамаск и похоронили в отеческом его городе. Его житие и мучение находятся в числе житий святых. Ну, то есть, все написано. И мне он отвечает от Баптиста. Истинно его. Может, он впоследствии стал епископом-то? Не спорю. Но на момент возложения рук на Павла он был ученик. Библия так говорит. И предание не больше Писания. Любое предание должно лишь подтверждать Писание, а не ставить его под сомнение. Благослови вас Бог. Спасибо за ответы. Ну, истинно. Подписываться-то есть и на ней ими и фамилию. Это уж претензия какая. Ну, истинно. Господь, я истинный путь истинной и жизни. Иоанна. Вот. Говорится в 16-м 4. Господь говорит, я истинный путь истинной и жизни. 14-й 6, кажется. Сейчас я забыл. Вот тут. Страна Соединенных Штатов Америки. Новый Баптист Вера. Вот здесь вот все написано оффлайн. Вот так. И ушел. Ну, потом был рукоположен. Но все-таки-то он рукоположен был. А вот он никак. Ну, то есть, непринятие. Оправдать свое безумие. Что до фана Вероной Кореи, они тоже хорошие были. А сектанты все. А не все от до фана Верона и Корея. Это их наследники. Ну, и наш канал. Вот православный видеоканал открытым оком. Это у меня запасные под замками. Буду потом дальше снимать. И вот вчера подготовка к молитве. Вот, Настя, надо мне показать. 338. Вот. Нет, нет, больше уже. 488 вот где. А тут погребы под трапезной. Отрабатывают за квартиру. Иду. Это три кошки черные. Там экспедиция туда будет. Ну, вот на Украине. Первая тема. Так я взял, потому что Сергей там беседует. Ну, и так дальше. И у вас в этой Библии наш библейский православный сайт. Большой. Вот все такое. Благословен Господь. Ему слава вовеке. Аминь. Аминь.